Всем привет, вы на канале Science Daily. Сегодня ночью лунный модуль Odyssey или Nova C, разработанный и построенный американской компанией Intuitive Machines, совершил мягкую посадку вблизи южного полюса Луны. Этот момент ознаменовал собой первую мягкую посадку частного космического аппарата на Луну, а также первую успешную американскую миссию с посадкой на Луну за последние 52 года. 50 с лишним лет назад Луна была частой целью американских космических аппаратов. 12 американских астронавтов вступали на лунную поверхность в ходе шести миссий Аполлон с 1969 по 1972 годы. В последующие годы США запустили несколько роботизированных лунных зондов, например, орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter, который находится на окололунной орбите с 2009 года. Но до сегодняшнего дня не было ни одной американской успешной миссии, предполагающей посадку космического аппарата на Луну. В 2019 году NASA выбрала компанию Intuitive Machines для доставки партии научных приборов на лунную поверхность с помощью спускаемого аппарата Nova C. Для осуществления миссии Intuitive Machines получила от NASA 118 миллионов долларов. И еще 11 миллионов долларов NASA потребовалось на разработку шести научных приборов, которые теперь успешно доставлены на лунную поверхность. А всего же на борту Одиссея 12 полезных нагрузок. Лунный модуль вышел на окололунную орбиту 21 февраля, как и планировалось. Во время попытки посадки специалисты миссии обнаружили, что лазерные дальномеры модуля не работают должным образом. Поэтому при посадке пришлось использовать полезную нагрузку NASA, которая, к счастью, включает в себя также лазерный дальномер. Но команде миссии пришлось разработать и передать на модуль специализированный программный код, поэтому посадка началась с двухчасовой задержкой. Одиссей запустил свой основной двигатель и начал 11-минутный спуск на Луну. Затем специалистам миссии потребовалось еще около 15 напряженных минут, чтобы поймать сигнал Одиссея. Если все пойдет по плану, посадочный аппарат и его полезная нагрузка будут работать на лунной поверхности около 7 земных суток. Миссия завершится, когда солнце сядет в кратере Малаперт, поскольку Одиссей не рассчитан на то, чтобы пережить холод долгой лунной ночи. Миссия завершится, когда солнце сядет в кратере Малаперт, посадочный аппарат, посадочный аппарат, посадочный аппарат, посадочный аппарат.